схема номер два я сейчас под диагонали положил как будто вот из корзинки высыпались они листочки слева справа софтбоксы наверху октобокс и теперь справа то есть моя цель чтобы он пробил вот здесь этот теперь тубус на настройках у меня как всегда 160 14 идет 100 и все он 416 не имеет значения давайте снимать наряд ли что увидим и немножко нормально потом покажу побольше ну а теперь берем камеру в руки и снимаем вот с этой точки теперь уже другую постановочку сейчас покажу хорошо чуть подменив сейчас фотографируем все как есть а потом уже будем смотреть сейчас покажу схему единственное что я варьеру я варьеру я переставляю этот тубус зависимости от того куда мне нужно положить свет а его мне нужно теперь вот сюда вот здесь отсюда солнце нет так вот так это выглядит ну поснимаем потом покажу теперь немножко изменим композицию добавим сюда персиковое варенье по-прежнему у нас спот идет отсюда и освещение то же самое теперь его кухня будут плясать с бубном чтобы запечатлеть эту красоту теперь композиции сделали более сложно немножко вот поселили такую подсилочку она будет отделять от этого фона теперь мне нравится вот эти два теплый и тот такой порепанный ну вот сейчас тоже пофотографируем теперь возьмем камеру и будем со всех со всех сторон это делать фотографии прибежать отдалять нет ракурс сливать сверху так 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 возьмем стынчик из от стынчика теперь так 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 И тогда малейшее изменение угла приводит совсем к другому результату, поэтому я стараюсь, если уже выложить, то снимать со всех сторон. Ну и делая такие фрукты, как персики, почему нам не вспомнить о помидорах? Помните, мы с вами снимали с такой схемы? Здесь я просто поставил тубус, спрятал его за диффузором, построил уголочек из черных плат пенопласта. И у меня получается раз-два, две вспышки. Эту не считаем, ее просто для зажигания поставил. Так, снимаем поближе. Подальше. Повыше. Так, всячески меняю угол. Ищем тут самую золотую серединку. А вот и она. Сейчас я еще один. Потом просто выберу, какой мне нужен. И будет довольно-таки симпатичный. Постановка. Вот так. Ага. Надо, кстати, обратить внимание, здесь в качестве отражения просто бумага висит. Из рулончика кухонного. А мата и придает нужную матовость. Хорошо. Ну и сейчас я еще поставлю корзинку. Сниму еще в корзинке, посмотрю, как это будет. Потому что грех упускать такую возможность. Решил отказаться от корзинки. Поставить такое более грубое, скажем так. Деревянное тоже. Мне так показалось, здесь азурность вроде бы как ни к чему. А вот так. Думаю нормально. Так. И тоже снимем. С разных точечек. Снимем вот так. В общем, всякая разность снимем. Ну а вот для чего мы покупали тостеры в Лидли. То есть вот так я себе еще думал об этом. Что что-то вот такое мне хочется еще сделать. Степан, завтрак такого на тарелочке. С мармеладиком. Ну и тоже возьмем сейчас камеру. Так, это, по-моему, многовато. Слишком светло. Ну и, конечно, сверху. Как вы видите, друзья мои, можно обойтись без своей городилки в самом начале, которую я показывал. Залезть на стул. И так это, держась за воздух, фотографируем. Подвигая стул поближе. Делая ракурс. Прямым. Косым. Заглядываю. У нас все. В стороны. Так. С этой стороны сделаем так. Ну а потом рисуем, что нам наиболее симпатично. Ребята, можно было, конечно, для количества еще снять отдельный апельсин, там, отдельные листочки и так далее. Ну, вы знаете, мне неинтересно. Может быть, это и будут покупать, да, отдельные листочки. Но мне неинтересно. Поэтому я сделал то, что мне понравилось. И сейчас пойду в фотошоп, отберу самые лучшие картинки, вам покажу и на стуки отправлю. Ну вот, дорогие друзья, я фотографии обработал. Давайте запустим небольшое слайд-шоу. Субтитры подогнал «Симон»! Так что, я считаю, что получились довольно-таки неплохие фотографии. Сейчас загружу на стук. А завтра мы с вами займемся вот чем. Видите, у меня что в руках? Это то, что я безуспешно искал очень долго и нашел. Это почти один в один абрикосовые листочки. Почему? Почти, потому что вот здесь еще растут дополнительные. Это не должно быть у абрикосов. Но стоит их ободрать вот так, и будет, ну, вылетать, скажем так. Так, я уже проверял. Поэтому завтра, завтра нас ждет абрикосовый день. Тоже интересный, теплый, красивый. Так что, до завтра, друзья. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!